Следующий вопрос. Тот, который совершил хадж, а потом что сделал? Стал верооступником после хаджа. То становится ли его хадж недействительным? Так что ему нужно совершить хадж еще раз, если он заново вернулся в ислам. Вот этот вопрос понятен или нет? Смотри, человек был мусульманом, совершил хадж. Хадж совершил должным образом, он у него, иншаллах, принялся и оказался защитным. Но потом, какое-то время из своей жизни он стал верооступником. Он вышел из ислама. Затем, через какое-то время опять вошел в ислам. Вот тот хадж, который он совершил, как известно, мусульман должен один раз в жизни совершить хадж. Так или нет? Обязан. Это является его обязанностью. Так вот, тот хадж, который он совершил когда-то, до его верооступничества, является ли действительным таким способом, что даже верооступничество его не стирает? Или после верооступничества, когда он заново приходит в ислам, он должен заново совершить хадж, так как тот хадж стал недействительным? Вот этот вот вопрос. Говорит Фиази, в этом вопросе два мнения. Первое мнение, то, что его хач становится недействительным, и он должен совершить хач заново, после того, как вернется в ислам после верооступничества. И это мнение Абу Ханифа, имама Малика, а также Давуда Аз-Захири. В осадарлюбе каулии таалии, в довод они привели слова Всевышнего, если ты совершишь что-то из многобожия, то все твои дела станут четными. В осадарлюбе каулии, а также словами Всевышнего, а если бы они предали Аллаху сотоварищей, то стало быть четным все то, что они совершали. Остание, это первое мнение в вопросе. Второе мнение в вопросе, он не должен совершать хач еще раз, но достаточно ему тот хач, который он совершил ранее. В осадарлюбе каулии, и это мнение имама Ахмада, а также имама Шафия, а также ибн Хазма. И сказали, его дела становятся тщетными не просто по факту верооступничества, а по факту того, что он умер на этом верооступничестве, то есть не вернулся в ислам повторно. Потому что Всевышний сказал, а тот, который выйдет из вас, из его религии, то есть станет верооступником, а затем умрет на этом, то есть состояние неверия, у таких дела становятся тщетными. Знаешь, в этом аяте приходит что? Приходит ограничение, что само по себе верооступничество не делает дела человека недействительными, тщетными. Но тщетными дела человека становятся по факту его смерти на этом вероступничестве, то есть по факту смерти на неверии после того, как он вышел из ислама. Говорит Фаазель Ая, му-кай-ида ля-ди-лятихим. Видишь, этот аят является каким? Ограничивающим. Те аяты, которые привели приверенцы мнение первого. Ты принял ислам за счет того добра, который ты делал раньше. Этот хадис приходит у Бухарии и муслима со слов Хакима ибн Хизама. И второе мнение является верным в этом вопросе. Знаешь, какое мнение правильно в этом вопросе? Если человек совершил хадж, должным образом является мусульманином, затем вышел из ислама, стал вероступником, затем вновь пришел в ислам, должен он совершать хадж еще раз. Нет, того хаджа, который он совершил при своем первом исламе, является действительным, достаточным и не нужно ему заново хадж совершать. Субханакаллаху мархамдик. Ашаду аллаху и ла-иллаху и ла-анта. Астахфираллаху ату-вилих. Ва казалика хадис, а также хадис. Асламта аляма аслабта мин хайр. Ахраджу аль-бухари у муслимин хадис Хаким ибн Хизам. Ты принял ислам за счет того добра, который ты делал раньше. Этот хадис приходит у Бухарии и муслима со слов Хакима ибн Хизама. И второе мнение является верным в этом вопросе. Знаешь, какое мнение правильное в этом вопросе? Если человек совершил хадж, должным образом является мусульманином, затем вышел из ислама, стал вероступником, затем вновь пришел в ислам, должен он совершать хадж еще раз. Нет, того хаджа, который он совершил при своем первом исламе, является действительным, достаточным и не нужно ему заново хадж совершать. Субханакаллаху мархамдик. Ашаду аллаху и ла-иллаху и ла-анта. Астахфираллаху ату-вилих. Действительным, достаточным и не нужно ему заново хадж совершать. Субханакаллаху ма бе-хамдик. Ашаду, что не власть и не власть. Астахфиру Аллаху атубили.